Чоппер из Аравии. Оригинал. Самый Шнест настоящий. Датировка неопределенная на самом деле, но порядка двух миллионов лет назад. Такими пользовались самые Шнест первые предки, какие только были. Только что вылезли из австралопитеков, взяли в руки камни и буквально несколькими ударами. Делали что-то такое корялое, даже еще с коркой, но вполне работоспособное. То есть этим рабочим краем может быть голову какому-нибудь павиану или слону или кому-то еще были, расфигачили. Прям вот именно этот камешек держал в руках австралопитеков? Прям вот он не только что держал, он его еще и сделал и держал. И это такой был не австралопитек, а ранний хомо. К сожалению, в Аравии с такими датировками палеоантропологии пока нет, и на что они были похожи мы можем догадываться только по находкам из Африки и Грузии, но в общем примерно понятно. То есть это были люди с мозгом где-то грамм 500, 600, 700, 800 может быть, больше похожи, строго говоря, на обезьяну, чем на нас, но уже делавшие каменное орудие труда. А чуть попозже появляются Ашельская технология миллион 700 тысяч лет назад, но это правда помоложе по датировке, но тем не менее, Ашельская технология, ну вот этот булыжник более-менее как бы годится на средний Ашель. Скорее всего он, конечно, из более поздних отложений, но чисто типологически это как бы типа средний Ашель. Такой кривоватый, косоватый, но так вот двухмерная симметрия есть, а трехмерной симметрии нет. А еще чуть попозже, порядка 400 тысяч лет назад, появляется уже поздний Ашель, уже такие прям красивые вот эти ровненькие овальные рубилы, которые симметричны и смотря плашмя, и смотря с края, и смотря с торца, и с другого торца тоже. То есть идеальная симметрия, которая на самом деле настолько хорошая, что явно не случайно они очень старались такую достичь. И стало быть это искусство, это первый пример искусства фактически. Ну, может не самый первый, но вот один из первых. А еще чуть попозже они перешли к мустерской технике. Это уже средний палеолит и в частности техника левуа, когда с одной стороны получается такое ровненькое орудие, а с другой стороны очень характерные такие вот гребешечки. Это уже сделано на АЧЕПе, это совершенно новая технология. Астроконечники, скребла, АЧЕПы, где там еще есть такой чудесный тоже астроконечник. Ну, тоже, к сожалению, вот эти конкретные орудия без документации, откуда они взялись, вообще мы, честно говоря, не знаем. Но чисто типологически это мустье. На этих полочках, ну, не то что прям выставка какая-то, а просто часть коллекции кафедры антропологии. На самом деле маленькая часть, большая в других местах, и она больше запакована в коробочки красивые, так и будет посмотреть сложно. Но здесь то, что волонтеры и всякие помощники замечательные, в частности Краснов, есть такой Павел чудесный человек, напечатали на 3D принтере для нашей кафедры. И здесь вся история нашего рода. Начиная с плезиодаписов, которые были вот совсем еще примитивные, убогие, да, еще порядка 50 миллионов лет назад. Про консулов, которые бегали по африканским лесам 20 миллионов лет назад. Это первые человекообразные приматы, ну, у которых уже не было хвоста. Афропитеки с огромными зубами, но это не наши предки, это тупиковая линия. Турканопитеки, который тоже, в общем-то, боковая ветка на самом деле. И дальше уже через прямоходящих. Например, Сахилиантроп, первое прямоходящее существо на нашей планете. Что мы знаем по расположению большого столичного отверстия. Австралопитек, вернее даже Ардипитек, Рамидус, самое что неиспромежуточное звено между обезьяной и человеком. То есть он прямо вот ровно 50 на 50 между обезьяной и нами. Но тоже уже двуногий, но и на четвереньках тоже мог бегать. Набор запчастей от анамского австралопитека. Ну, там кусочки челюстей, ручки, ножки. Замечательные, кстати говоря, реконструкции, которые, опять же, добрые люди нарисовали. Чудеснейший совершенно череп Кинеантропа, первый изгодовитель каменных орудий труда, который при этом не был нашим предком, что чудесно. И уже тут мы подъезжаем к настоящим натюрлих нашим предкам. Первым Homo. Homo rudolfensis, Homo habilis. И там то ли Homo habilis, то ли Homo erectus. Что-то такое промежуточное. От которых у нас есть в том числе и ножки, и ручки, и челюсти, и от черепа, которые преодолели мозговой рубикон. Параллельно одновременно возникали альтернативные линии. Например, парантропы, они же массивные австралопитеки. Ну, в данном случае это восточно-африканские, которые ушли в растительную ядность, стали вегетарианцами и в итоге вымерли. А наша линия тем временем продолжалась через Homo ergaster. И здесь вы можете видеть ясные глазки Homo ergaster. Потому что, кроме прочего, на нашей кафедре я занимаюсь со школьниками. И вот одна из этих школьниц сделала научную работу по реконструкции лица по черепу. И сделала такие ему красивые глазки. Реконструировала, кстати говоря, над брови. То, что, между прочим, никто до сих пор кроме нее не сделала. Она сделала. Вот. И глазки ставила. Теперь она такой красивый. Но после эргайстеров, соответственно, есть ректусы. Ну, это, допустим, вот этот череп. А после есть Homo gildobrigensi, например, человека Simodos Uesus. Который, между прочим, первый стал хоронить своих умерших. Но, правда, еще не в могиле, а просто в яме. И уже через первых таких прото-сапиенсов мы переходим, собственно, к сапиенсам. Ну, и в частности, есть вот такой замечательнейший сапиенс из Африки, из Восточной, с искусственной деформацией черепа. Между прочим, череп неописанный. 3D-модель выложена в интернете. Я вот, добрые люди, опять же, Павел Краснов напечатал. А череп неописан, до сих пор не опубликована. Искусственная деформация самая древняя. Между прочим, в мире искусственной деформации 10 тысяч лет. Я все собираюсь написать статью, но, видимо, никогда этого не сделаю, потому что я тормоз. Так что уникальные материалы лежат прямо сами по себе. И не то, чтобы никому не нужны, но руки не доходят. Материалов больше, чем мы можем их осознать и освоить. А такие вот красавцы у нас есть. Так что студенты, это хомоэргастер, студенты кафедры антропологии имеют полную возможность изучать на современном уровне палеоантропологию. В том числе на вот таких высококачественных муляжах. Спасибо большое тем, кто это сделал. Там, ну, а вот этот муляж, это то же самое, что вот этот, только, ну, это просто некачественный. А эти два черепа, это современные люди. Это вполне все сапиенсы. Да, еще, кстати, вот этот есть красивый. Это хомо на леди, загадочный, непостижимый. Ну, правда, тут такая реконструкция не очень, но тем не менее. Ну, не очень, потому что она склеена из разных черепов, на самом деле. Ну, это хомо на леди, это экзотический вид, очень загадочный, странный, непонятный, над которым сейчас все палеоантропологии планеты бьются. У нас тоже есть муляж. То есть, это все муляжи? Да, естественно, это муляжи. Вот эти два оригинала. Ну, потому что оригиналы всех вот этих пятикантропов там и прочих, они хранятся в самых разных музеях планеты. Ну, допустим, в Кении, да, там где-нибудь, ну, это тоже в Кении, ну, почти все, африканские, поэтому почти все в Кении. Ну, вот это в республике Чад, ну, вот в самых разных, короче, местах. Вот это во Франции, например, лежит, Лешапилюсен. И на полочке ни на какой кафедре оно так лежать, оригинал не будет никогда. Это все лежит в сейфах и выдается там с большой дрожью в руках, там, кому-нибудь особо крутому. Все палеоантропологи планеты работают с муляжами, на самом деле. Потому что муляж его, ну, даже если грохнуть, в конце концов, да, ну, можно новый сделать. Обидно будет, но можно. А если грохнуть настоящий череп оригиналу, то его уже как бы не будет никогда. Новый не вырастет. И с оригиналами работают только самые-самые мега крутые и по большим праздникам. То есть это когда надо сделать какую-нибудь там томографию, генетику, что-то такое. А если надо просто померить, тем более, когда это учебная коллекция кафедры антропологии, где вообще задача не исследовать, а как бы обучать студентов, у нас задача специфическая. Мы не научный институт, мы обучательное учреждение. Поэтому вот такие вот муляжи вполне годятся. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...